Всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас тераны с двух баз. Сегодня мы научимся правильно выходить в две базы. Вы скажете, так я аж уже на прошлой тренировке выходил там в три базы и всё такое. Универсальным билдом, да. Он универсальный, он хорош. Сейчас мы будем играть в более опасный билд, который, в принципе, требует от вас, чтобы вы разведали, чтобы не умирать от различных чизов. Но мы всё равно продолжаем играть без разведки, потому что самое главное — тренировать свои руки, а потом научиться отбиваться от ранних атак очень легко будет, если вы отточите базовые навыки. Поэтому сегодня я вам рассказываю все ключевые моменты, которые вы отточите, играя в этот билд, и зачем вообще это делать. Вот, поэтому смотрите внимательно и до конца. Вот. Мы переходим к хорошим, двух базовым алынам. Вот. И если смотрите внимательно до конца, ваш ММР растёт вверх. Вот так. Мы, кстати, рассмотрим два вида вот этого двух базового алына. И обязательно напишите в комменты, какой вам нравится больше — био-вариант или мех. Вот. А мы, собственно, стартуем тогда с этой штучки. И рекомендую ещё посмотреть видосик из предложки о вашем перформансе. Именно классный видос. Ну, прям рекомендую, сделал, старался. Короче, спасибо, если ознакомитесь. Вот. Начинаем. С билда всё нам знакомое, да. Это идёт сапплайка, это идёт барак, это идёт газ. И сейчас у нас шёл второй газ, как вы помните. Но мы будем выходить сначала в базу, а потом уже дальше делать 1-1-1. Поэтому начинаем мы с реактора. Делаем ЦЦ-шку. Делаем второй газ. И теперь уже после второго газа мы завариваем вот здесь вот сапплайку. В чём опасность? В чём опасность? То есть раньше мы ставили эту базу намного позже. и у нас уже были какие-то юниты, мы могли защититься. Типа, мы могли её в принципе не ставить, если к нам сейчас прибежит какой-нибудь 12-й пул, например, или ещё что-то. Но, но-но-но-но-но-но. В чём именно прикол? В том, что в целом, если сейчас что-то прибегает, ну, отменим мы эту ЦЦ-шку. Продолжим строить мариков. То есть с большего не сильно что изменится, но вот это более правильный выход во вторую базу. И это самый главный скилл, который вы сегодня должны отточить. То есть вы должны посмотреть вот это, попробовать и оттачивать именно выход во вторую базу правильно. Вот, дальше мы начинаем строить мариков, начинаем делать фектори сразу же, как только у нас появляется возможность, переводим на газ, делаем старпорт. И в принципе всё по стандартным нашим правилам. Производство нон-стоп, всё работает без остановочки, прям та же техлаба, продолжаются марики, тут орбиталка. Я думаю, все уже всё знают, понимают, как это делается. В принципе всё видно на экране, всё видно в окне продакшн, можно посмотреть сапплай справа вверху, танк, пошёл танк. Ома! И, собственно, месимся. На старпорте делаем техлаба и делаем рэвена. В этом плане тоже билд в неком роде такой универсально хороший. Почему? Потому что у нас есть танк, у нас есть марики, которые будут защищать вот эту часть. Где у нас уязвимость? Это дарки, какие-то залетания непонятные. Ну и для этого как раз быстрый рэйвен у нас есть. Он вылетает, он видит невидимых юнитов и спокойно сидит, прогоняет апсов и прочую всякую нечисть в виде дарков и так далее. Там, да, каких-то закопанных рачей. То есть всё это мы видим. Расставляем танки. Когда вторая база по минералам накопилась, наполнилась, ставим газы, их тоже забиваем рабочими. Старпортом перелетаем, после рэйвена делаем реактор. И вот отсюда, смотрите, к чему нужно стремиться, к тому, чтобы в 5.10, в 5.20 у вас была вторая база как бы наполненная. То есть чтобы у вас уже было 46-48 рабочих. Это по 16 на минерале и по 2 запасных будет. По одному, по 2 запасных. И вот этот момент, это свитч. То есть у вас сейчас либо приходят и начинают вас давить, пушить, тогда вы продолжаете делать танки, делать каких-нибудь баншей, рэйвенов, неважно, делать мариков, то есть производить юнитов и отбиваться. Ну в целом, вообще вот это безопасный сетап. Три танка, этот, рэйвен. Три танка, рэйвен, реально безопасный сетап и кучка мариков. Но сейчас вы делаете свитч. Да, то есть вот сейчас в этой игре мы будем рассматривать свитч в био конкретно. То есть мы перелетаем в фэкторе, нам уже не нужны будут танки, делаем на ней реактор, а на тех лабах, которые остались от старпорта и фэкторе, мы делаем по бараку. И бараков доставляем пять штук сразу. То есть вот пять штук, это сразу двухбазовый олын. Вот так вот это работает. Доставляем пять бараков, начинаем делать медиваки. Если надо, можно сделать пару викингов. То есть если какая-то угроза есть. Но если угрозы нет, то медиваки. Отсюда мы делаем мины. И продолжаем делать получается мариков. Здесь тело-грелка в принципе без разницы. И главное стим и щиты. То есть стим щиты заказываем. Здесь мы делаем одну тех лабу, два реактора. У нас получается три барака на реакторах, три на тех лабах. То есть тех лаб у нас выходят мародеры, с реакторов марики. В основном примерно такой у нас заказ. Отсюда мины нон-стопом, отсюда эти медиваки. И в принципе вот наша суть. То есть подкопиться, подкопиться, где-то в 7.30 мы должны выходить. То есть 7.30 это тайминг уже выхода в двухбазовый аллен. Это хороший лимит. Это нас уже 140. К восьмой минуте мы приходим, на восьмой нас уже 150. И в принципе что этим делать? Раскидываем мины. Можно чуть-чуть назад, если мы знаем, что нужно будет скоро отступать. Рейвеном выключаем ключевых юнитов. Если это протас, это колоссы. Если это теран, то это танки. Если это зерк, это квины, может быть. Или кидаемся этим антиармор мисл. То есть Рейвен делает какие-то скиллы. Он приходит и раскидывает свои скиллы. То есть он накопил уже 200 энергии. Он может кинуть 4 автотурельки. Он может кинуть 2 мислки антиармор. Либо выключить двух юнитов ключевых. То есть у большинства тусов против вас будет сейчас 2 колосса может быть на 8 минуте. Вы их пришли, выключили и все окей. Танками раскладываемся, сражаемся. Био приходит и месяца. То есть вот в принципе наша история. Самое главное называемое, что это двухбазовый аллендж. Мы продолжаем продакшн. То есть позади мы делаем либераторов. Делаем эрмори, если получается, чтобы мины стали невидимыми. И ну в принципе вот так вот это работает. Приходим и на 8 минуте месимся, месимся. Минута на 10 пора уже заканчивать игру. Если до 10 за меня злится уже старайтесь победить. Не затягивайте игры. Но в целом если вас много, то вам не нужно сильно стараться или что-либо вообще делать. Вот так приходите и в принципе побеждаете. Вот. То есть никаких сверхъестественных здесь способностей не надо. Главное все построить. Как вам собственно био переход? Давайте посмотрим мех. Итак, мех. Переход через 1.1.1. И все это двухбазовый аллен. Мех переход рекомендую скорее против зерга. Зергам обычно тяжелее против меха сражаться. Но работает и против Тоса. Самое главное что нужно знать про мех. Кстати открытие такое же как в прошлый раз. То есть ничего не меняется. Вся та же схема. Вот. рассказываю сейчас про мех. Тивай говорил про мех так. Классный террин очень. где мы будем разбирать матчапы с терринами. Что? Если вы хотите играть в мех вам нужно 6 газов. Вот и все. Эта логика крутая. Я буду к ней возвращаться много раз. Здесь же я просто продолжаю производство. Вот тут у нас соперник что-то пытается похитрить. Это в целом все не важно. Мы строимся строимся строимся. Как я говорил в целом вы сможете отбиваться от всего. Он играет 4 ВГП он пытается нас пробить. Но логика у нас такая же что мы просто строимся строимся строимся. Вот у нас были юниты вот мы разменялись но с лучшей экономики. Спокойно сидим дальше производимся. И вот здесь как я говорил у нас переход. То есть пятая минута вы накопили вот у вас две базы есть. Если вы хотите в мех чуть раньше тогда с двух баз ставите вторые газы чуть раньше их наполняете и на пятой минуте вы делаете переход уже в мех. То есть как я это делаю я строю две факторы и видите я их строю не на местах каких-то заранее готовых а просто отдельно потому что меня давят мне нужно продолжать производство я его не останавливаю продолжаю продолжаю все барак мне потом не нужен я улетаю ставлю факторы и начинаю делать геликов циклонов с апгрейдом и либераторов то есть вот мех состав гелики циклоны либераторы прикольный смешной состав продолжаем с него строиться если видим что копятся минералы можно добавить еще одну фактори с геликами что я в принципе сейчас и делаю меняю старпорт на техлабу буду делать баншей наверное отсюда продолжать геликов просто для дпс и все и вот таким вот лимитом мех опять же ближе к 7 минуте вы начинаете выход в 7.30 где-то к 8 приходите ну то есть если вас не давили и все и вот таким лимитом сражаетесь логика та же на 130 150 лимита примерно на этих таймингах особенно если вы тратите лири и нормально и если вас не убивали да то есть вот такая вот логика вот такой свитч мех какой вам нравится свитч больше пишите в комменты спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 взяв плейлист либо перейти на следующую серию с вами был Дед